Ну вот, значит, предположим, нас уже повезли из этого ОВД на быстрый скорый справедливый суд, где нас к чему-то, очевидно, приговорят. И я так понимаю, что там веер возможности достаточно широкий отпустить без протокола, или нет, это еще оттуда, из ОВД должны отпустить. А уже если не отпустили без протокола, то в суде что-то будет. Либо штраф, либо вот что еще, какие есть предельные меры пресечения. Ну, от прекращения преследования, от прекращения дела об административном правонарушении до максимальной санкции по статье. Смотрите статью, по которой вас привлекают, смотрите санкцию по ней. Кодекс об административных правонарушениях доступен, и в спецприемниках тоже. В принципе, что чаще бывает? Сутки, или домашний арест, или подписка о невыезде? От чего все это зависит? Ну, подписка о невыезде — это уже меры пресечения уголовных. Если мы говорим об административном правонарушении, то здесь наказание, которое предусмотрено Кодексом о административных правонарушениях. Что это будет штраф, либо сутки ареста — это решает суд. И, как показывает практика, на разных акциях разной установки у судов. Где-то всем подряд выписывают сутки. Иногда мягче. Я не знаю, с чем это связано. Это их внутренняя кухня. То есть, это нельзя предсказать на какой-то следующей, условно говоря, акции. Будут сутки, или на десять тысяч, или на двадцать тысяч? Как вы часотку предскажете? Часотку. Окей. Ну, вот хорошо, ты попал на сутки в какую-нибудь условное Сахарова. Что происходит с твоей квартплатой, если пришло время ее платить? Не знаю. Оплатой за аренду квартиры, которую ты снимаешь, получением пенсии. Не знаю чего. Если вы живете в активности гражданской, у вас должны быть доверенности на близких, на все, что может понадобиться в случае, если вы окажетесь за решеткой. А может, вы в ходе акции метнете кирпич в полицейскую машину и осколком пораните полицейского, например. Ну, что ж. Это все, это надолго. Вам доверенность на три года пригодится точно. Ну, кстати, я вдруг подумала, парадоксальным образом, это не обязательно к теме нашего разговора. Наверное, каждому вообще совершеннолетнему человеку, у которого, в принципе, есть необходимость совершать какие-то операции любые, да, нужно иметь доверенность. Вот у меня есть, например, да. А мы как-то расслабились. Да. У тебя нет доверенности на меня? У меня нет доверенности на тебя? Не-не, вы лучше на кого-нибудь другого сделаете, а то вместе пойдете куда-нибудь и будете потом сидеть с доверенностями друг на друга. Как тебе тоже, да. А вот если совсем отмотать назад, к моменту, когда ты еще в ОВД, и ты не берешь 51-ю статью, и ты добиваешься того, что к тебе пускают Ивана Ивановича, открывая крепость изнутри, и ты все правильно делаешь в отношении протоколов, может ли, то есть, наверное, Иван Иванович, да, может ли он, в принципе, адвокат мой, повлиять на то, меня из ОВД отправят, оформят, как вы говорите, в суд, или меня отпустят домой? Он, если это грамотный Иван Иванович, максимально увеличит вам шансы оказаться дома. Вот так. Это игра на шансах. Никаких гарантий нет ни у той, ни у другой страны. У той возможности гораздо больше, потому что это единый конгломерат, полиция, прокуратура, суд. У вас возможности меньше, потому что вы враг России. А какой у них, в принципе, мотивации у них палки? Ну, в смысле, у них есть какой-то план по валу, что вот столько... На акциях плана по валу нет. На акциях одна задача – выполнить установку. Если установка есть, закрыть как можно больше будут, закрывать как можно больше. А, под закрыть, имеется в виду не выпускать домой из ОВД, а слать... Ну, вообще, ну, привлечь к ответственности, утащить с улицы. Главное, чтобы на улицах никого не было, чтобы на улицах было спокойно. Ну, кстати, вот, а еще один вопрос. Если так тебе вдруг повезло или не повезло, значит, тебя не забрали. Ты был на акции, в автозак не попал, но большая часть твоих друзей как-то попала. А также к тебе на следующий день приходил какой-нибудь грустный участковый с добрыми глазами и что-то бубубубу говорил. А у тебя, например, есть визы прекрасные какие-нибудь. Не имеет ли смысл тебе смотаться лучше, прежде чем к тебе не пришли еще попозже, подумав, и не привлекли тебя, как мы знаем, уже бывало по этой статье, ну, как-то постфактум. Но есть человек, у которого есть риск быть привлечен к административной ответственности. Условно говоря, отсидеть 10 суток или там заплатить 10 или там 20 тысяч рублей штрафа. И есть у него вариант уехать куда-то там за границу и там год, пока не сечет срок давности, прожить за границей. Да делайте сами выбор, мне-то какая разница. Хорошо, а если речь идет об уголовных делах? Вот если речь идет об уголовном деле, здесь вопрос другой. Потому что смотрите, насколько сейчас широко расширили спектр уголовных дел, которые, уголовных статьях, которые применяют на акциях. Активно применяется в статье 318, где это применение насилия в отношении представителя власти. Ну, эти все шлемы, пластиковые стаканчики. 319, оскорбление представителя власти. Включили в отношении молодых людей 328-й, это уклонение от службы вооруженных сил. Уже включили активно? Вовсю активно работает, да. То есть, ну, если задержан, парень сразу проверяет его по военкомату. А, кстати, если не первый раз уже человек задержан по вот этой статье, ну, принимал участие в... Ну, понятно, 20-й, да, мисс. Да, ему реально светит уголовная дайдинская статья? Ну, если в течение 180 дней более двух раз привлекался, то да, конечно. А это уже совсем другой калинкор? Совсем. Это уже уголовное дело со всеми вытекающими. По этой статье вполне применяется реальное решение свободы. Вы видите, что сама политика карательная, и лишение свободы, реальные, выписываются просто на раз. И тут уже, конечно, выбор гораздо посерьезнее, чем 10 суток сидеть. Тут уже надо думать. Если есть законные возможности, условно говоря, там, уехать, и есть возможность жить где-то за рубежом, возможно, стоит подумать. Но у многих ли она есть, эта возможность? Ну, очевидно, что не у многих. Хорошо, тогда давайте мы уже перейдем к тому, что делать, когда тебя уже суд признал воиновным по... Уголовному делу. Уголовному делу. И ты пошел, собственно, нести свое наказание. А домашний арест – это ведь по уголовным статьям дается? Домашний арест – это мера пресечения. Это не мера наказания. Это мера пресечения. Между началом суда, между задержанием и решением суда. То есть, после возбуждения уголовного дела в отношении обвиняемого применяется мера пресечения какая-то. Это может быть подписка о невызненном и надлежащем поведении. Ограничение в каких-то действиях. Это может быть домашний арест. Это может быть заключение под стражу. Ну, так негласна такая прокурорско-судейская установка, что после стражи, либо после домашнего ареста, люди уходят на совершение свободы. Реальное. Ну, за редким-редким исключением. То есть, в этом смысле СИЗО и домашний арест не очень отличаются друг от друга в смысле прогностических их свойств? По прокурорским и судейским меркам нет. То есть, это всего лишь предварительные мероприятия? Ну, да. И они равна... То есть, подписка о невыезде, правильно я понимаю, что она получше? Полегче. Ну, конечно. Подписка о невыезде в любом случае... Ну, в любом случае ради подписки о невыезде вам придется постараться либо дать какие-то показания, либо уж совсем на вас там пусто-пусто, ничего нет. И вы не особый интерес представляете для правоохранительных органов. Подписка о невыезде не отличающим поведением может быть. Да, с подпиской, конечно, гораздо выше шансов уйти на условный срок. Но стража и домашний арест – это очень высокая гарантия того, что человек уедет на лишние свободы. Вот так. Вот вы взяли и ударили вбитой полицейского по шлему, и вы уйдете на условный срок. Кто это у нас уходил, ударив вбитой полицейского на условный срок? Индивидуально все. Кстати, у меня болят зубы. Страдать? Страдать. Если вы переступили порог тюрьмы, верить не надо вообще никому. Просто вообще никому. А больше, как они называются? Никому. Сокамерный. Никому. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ